Предлагаю вот что сделать. Я предлагаю выпить за Мишу и просто каждый вспомнит первый момент, впечатление, которое Миша произвел на них. Я расскажу первое свое. Это было в старом здании, я прихожу туда, Миша тогда страшно курил. Я извиняюсь, Миша, если это правильно. Это было очень много лет назад. Да, это был 98-й год. Он нормально курил, но курил как бы... А у него курили еще много женщин. Короче, я когда подошел, смотрю, такой купол, такой дымок, такой уютненький. Уютно очень разговаривать. Была такая очень советская обстановка, как будто на перерыв на покурилке выходят люди и там свое что-то такое рассказывают. И вот Миша что-то очень... Они где-то были, ты там кожаную куртку что-то купил. Что-то вот такое отрывки. Наверное. Короче, меня связывает первое впечатление от того, что Миша создал вот такой маленький мирок наш, где было все очень уютно. Миша, за тебя, чтобы вот этот мирок уютности, который вокруг тебя есть, он сохранялся. Чтобы дым не рассосался в день рождения. Ура, давай, интересно. Было это 16 лет назад. Очень много слышала. Ну, а больше всего я слышала, конечно, от своего сына. Насколько он умный и вообще... Олег? Олег, да. И что он дал ему кусок хлеба в жизни, и что благодаря ему весь его саксесс он это повторяет всегда. Да. И я решила позвонить и предложить Мише там один вариант. И когда я его увидела, он как раз... Ну, я думаю, Светочке не страшно, потому что я старая. Я не в его вкусе, Светочка. Это я вам... Расслабьтесь. Это я вам говорю точно. Я подумала, он очень высокий, кучерявый, и такой большой, и такой красивый. Я подумала, гад, какой интересный мужчина. Ко всему он еще и умный. Вот такое бывает, представьте себе. Редко, но бывает. А это тысячи лет? Ну, ничего. Потому что увидела первый раз лет сорок тому назад. То есть мы... Да, почти сорок. А нет, увидела-таки, да, сорок. Не сразу пожить живой? Ну, нет, не сразу. У нас только являлись в ноябре, а вот как встретились, как раз вот сорок лет. А, то есть где-то шесть лет? 22 апреля 1975 года. Светлана? Так что будем... День рождения Ленина. Тебе надо памятник поставить. Вот. И, значит... Ну, первое впечатление было никакое. Но потом я так поразмыслила мозгами, подумала, что надо познакомиться поближе. Вот. И совершенно случайно встретила... Мы учились в одном институте, он учился на год старше. Встретила его в коридоре. А поскольку это была весна, и некоторые лекции уже преподаватели закончили свои курсы, студенты сидели там, занимались какой-то ерундой. Было как бы типа свободное время. И я его встретила в коридоре, и вот у них было два часа свободных от лекции. И мы стояли и разговаривали, не могли наговориться. И какой-то парень из группы пробегал все время, он куда-то бегал все время. За чем-то сдавал, не знаю. Он бегал и говорит, в который раз пробегая, вы все стоите разговариваете. Что-то не могли наговориться. У него была фамилия Мынарев. И я ему как-то говорю, редко у тебя фишка фамилия. Он говорит, что редко у нас все село Мынарева. Вот так что вот такой у нас стаж. Да, спасибо за очень интересную информацию. Первый раз она меня видела до этого. Мы тут поговорили. А до этого она... Говорит, уши большие. Что-то не придет. Ну, потом интерес как бы он, знаете, как заднюю слову. Потом свадьба. Или до свадьбы что-то было. Это очень важный вопрос. Почему? После 40 лет можно и такие вещи? Ну, послушайте. Можно, но ты не зачем правильно. Мы такие юные были. Мы такие юные были, что когда мы пришли подавать заявление в ЗАГС, было очень позорно для меня, потому что приемщица стала в столбик считать, сколько мне лет. А мне было 18 лет и 3 месяца. И для меня это было страшно, унизительно. Ну, как вот она, я взрослая, пошла заявление подавать. Первое впечатление у меня было, может быть, даже заочно. Я работала, и все, в общем, у меня было неплохо. Но тем не менее, поскольку я в той своей старой жизни преподавала, и мне всегда это как-то вот не хватало, я постепенно начинала думать о том, что я уже, может быть, готова, и вот попытаться преподавать. И первый раз я написала Миша имейл, но, видно, время было плохое. Я сидя на работе, делая свое дело, и написала Миша имейл, что Миша, может быть, вот, если у вас есть хоть малейшая возможность, можно с вами встретиться и поговорить о возможности преподавать в вашей школе. Миша, никакого ответа. Прошло еще год, может быть, 4 лет, может быть, 6 лет. Нифига себе. Представляете, хотя я не получила первый раз никакого ответа, я написала опять. Опять сидя на работе, делая свою работу. И очень неплохую работу, и очень, в общем, успешную работу. Но тем не менее, опять пишу Мишу. Миша, я бы хотела с вами встретиться. Какое уже было мое удивление, когда чуть ли не в этот день или на следующий я получила ответ, приходите. Представляете? Так он, наверное, первый имейл-то не получил просто как-то. Нет, потом он говорил, что тот первый имейл пришелся очень на плохое время, когда школа была не в очень хорошей форме. А второй имейл, как всегда, знаете, как бывает, попал именно в то время, когда, видно, нужна была помощь. В общем, в результате я пришла. И вот это была первая моя встреча с Мишей. И что я хочу сказать, что, пожалуй, на опыте вообще работы в Америке, и то, что я постигла, и, так сказать, вот получаю удовольствие каждый раз и от работы здесь, и общение, это то, что Мишина школа дает шанс. И не всегда первый шанс. Иногда даже дает и второй шанс. Иногда даже столько шансов, сколько нужно. И я вот рассматриваю это как большое вообще достижение. Компания, ну или школа, имеет удивительные проперти, которые другие организации в Америке или компании не имеют. Какое-то достоинство, какое-то любовь и удовольствие от того, что мы здесь делаем все вместе. И самое главное, это шанс не только для студентов, хотя для студентов это действительно путевка в жизнь, но даже и для преподавателей это тоже какой-то новый экспириенс, это новая жизнь. И я просто наслаждаюсь этим. Я сильно красиво говорить не умею, ну, в принципе, наверное, не умею говорить на камеру, на большую публику, но начну с того, что первое впечатление от Михаила у меня, как у многих моего возраста, кто сюда приезжал, в первую очередь сложилось от видео. То есть у меня муж начал смотреть, Костя начал смотреть видео, я слушала, где-то мою посуду, что-то готовлю параллельно. И когда спрашиваю, говорю, Костя, что ты там смотришь? Галя, ты не понимаешь, это такой мужчина, он такую классную штуку придумал, он вообще молодец. Он, ну, и начал рассказывать про то, что открыли школу, про то, что это все дело пошло, про то, как Миша помогает здесь студентам. Окей, прошло несколько лет, и в следующий раз уже вживую Мишу я увидела в аэропорту. Я когда сюда прилетела, немножко у нас получилась накладка, что меня опоздали встретить, я уставшая после двух суток перелета со своим несчастным котом, мне вот это вот все уже, думаю, зачем мне эта Америка, я бросила всю семью, приехала сюда, ну, а мужа злая и так далее. Ну, ладно, потом остыли, меня муж встретил, и Костя меня встречал вместе с Михаилом. И когда я увидела Михаила, вот этого высокого, такого теплого мужчину, я поняла, что я, в принципе, я нормально приехала, я здесь не пропаду, здесь тепло, хорошо, и, в общем, вот это было первое впечатление. Молодец. А мы не опаздывали. Я опаздываю. И, знаете, по моей вине, на самом деле, не по Костя. Далее. По моим вине, опаздывали. А значит, две накладки произошли. Первое, что мы опаздывали, а вторая накладка состояла в том, что Галина совершенно неожиданно выскочила первой из самолетов. Обычно те, кого мы встречаем, выходят последний. И я считал, что у нас ее часто есть. Она выскочила первой, и этот час простоял там... Три месяца мужа не видит, Миша. Мы опаздывали. Едем Косте и звонит. И говорит, вот так, мол, и так. Вот так, виновата. Значит, ну, а я слышу, что она говорит. Вот. И какими словами. Истину. Да, я думаю, моя еще... Говорила. Ищего. Пришла я в портную компьютерскую. Не поверите. Она векса начала. Главная причина была, что она была через дорогу от моего парня. Уже удобно. Но, между прочим, это очень непонятно. Я тоже всегда так шла в игре. Водить особо не умела. Темноты боялась. А тут могла. Через дорогу. На Мари-Позе. На Мари-Позе. На Мари-Позе. Конечно. Там где-то, в мексиканском гетто. Вот там мы и жили. А-а-а. Да. Там мы и жили. Вот. Уютно. И сначала, так как я, наверное, пугливая от природы, я всех боялась. И всего. И Миша мне был такой главный. Не давал повода, но был главный, важный начальник. Много знал, учил. А я, боже, по-английски ничего. И так вообще тоже. Что такое? Такое лития-шуренс. Мне было честь, что он ченит Москву, человек, а я вот из Киева. Да, тоже было. Да, у меня это пронициальный, так сказать, комплекс. Я так покрутила. Да, у меня это очень серьезно было. Особенно, когда вот сидели. 95-й. И начало 96-го. И мы, я помню, как, как чего-то Миша вот объясняет, там, он у нас преподавал много. И он объясняет, там, про тест-кейсы, еще про что-то. И говорит, вот как с английским важно, чтобы понимать вопросы и все такое. Я сижу так, внимаю-внимаю, он смотрит на меня и говорит, ну вот на твоем лице, на вашем, он, знаешь, ко всем на вы. Вот у вас на лице явно написано, что вы ничего не знали. Мишенька это было. Я это сама знала. Я это сама знала. То есть ничего того он не сказал? Ничего того он меня не сказал. Да. Но потом, как это было здорово. Как это было неожиданно. Вот он умел удивлять. И умеет. В хорошем. Хорошо. Ребята, вы не представляете, какое вот было вот это вот чувство, когда я вдруг пришла и шепотом стесняясь, сказала, Миша, по-моему, я получила оффер, еще не письменный, но мне позвонили. И он схватил меня за руку, ну не схватил, а резко. Усадил там, рассказывая всем там в классе, чего и как, какие вопросы задавали, и исчез. И появился через несколько минут, вот с такой охапкой цветок. Я не могу. Я тут не могу. Я тут не могу. Я тут не могу. Сколько это будет? Это будет неожиданно. Может, тебе кто-то подарил его? Не может, я не могу. Но Миша... Миша пришел с букетом и подарил. Сознанка. Ничего. Он умел, он умел, он умел, он умел, он умел, он умел. Жанру. Оба моих родителя закончили школу Портнова и успешно работали и работают Киевеем. И самое, что меня больше всего сподвигло на это, то, что за ужином, то есть, как бы, вместо обсуждения бытовых насущных дел мы обсуждаем тест-кейсы и бутылки. Вау! Это на протяжении... И не теряют от этого аппетита. ...все жизни, которые здесь проходят. То есть, большая часть жизни моих родителей связана со школой Портнова. Я тоже очень благодарна Михаилу за то, что вы дали возможность моим родителям и дали возможность мне. И даете огромную возможность многим-многим другим людям. Миша, когда я дарила картину, сегодня, когда поздравляли, я так переволновалась, что я просто забыла сказать то, что я должна была сказать. Я говорила, что эту картину подарила Ольга Скороход, мы смотрели на неё, но самое главное я не сказала. Я поздравляю тебя с днём рождения. Я желаю тебе всего-всего-всего. То есть, ну давайте по полочкам разберем, чего всего. Конечно, я желаю здоровья. Здоровья – это, так скажем, после 40 лет всем желаем здоровья, потому что здоровья не купишь ни за одни деньги. Я желаю тебе счастья, того счастья, которое у тебя уже есть. Тебе ничего не нужно исправлять. Тебе только нужно хранить такой вот этот вот очаг вот этого пламени, который сейчас у тебя есть. И нужно хранить его, беречь. У тебя обалденная жена Светлана, которую я знаю и мне посчастливилось знать лично. Я желаю тебе успехов. Я желаю тебе быть таким же востребованным, как сейчас. Насколько ты востребован, может ценить только тот человек, который здесь находится в школе, потому что это просто что-то невероятное. И как ты сказал в одном видео, Бог тебе спустился, и, как говорится, Бог спустился с небес и дал тебе именно то, ради чего ты жил, о чём ты мечтал. Потому что я смотрела твои видео, где вы были молодые, и я знаю, что ты мечтал об этой школе. У тебя всё получилось. Ты знаешь, очень мало людей на свете, которые могут сказать, я живу, и у меня всё получилось, и я сделал всё, что я мог, и сделал всё, что я не мог, честно говоря. Потому что сдать дорогу стольким студентам, стольким людям, которые приходят и говорят, Михаил поменял нашу жизнь, я не знаю, кто этим может похвастаться, честно говоря. Поэтому, честно говоря, добиваться-то тебе, наверное, уже нечего. Просто enjoy life и делать то, что ты делаешь. Делай это вечно, всегда. Тебя это делает молодым. Тебе даёт это очень много энергии. Студенты тебя обожают, любят. И когда смотришь на это, на всё со стороны, сердце радуется. И у меня сердце радуется, что я знаю тебя лично. Мне посчастливилось в моей жизни прикоснуться к кусочку, так скажем, вот этой жизни, которая здесь кипит. И поэтому я счастлива. Спасибо большое тебе за ту возможность, которую ты мне дал. Мы все тебя очень любим. Спасибо. 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 Спасибо.